Воздушный бой в самом разгаре. По легенде советский истребитель вступает в бой с фашистским бомбардировщиком. Нашим пилотам помогают зенитные установки. Так в 41 году советские летчики защищали небо над Москвой. Тогда 22 июля немцы совершили первый налет на столицу, чтобы стереть ее с лица земли. Итогом этой битвы стал срыв плана Гитлера по захвату Москвы. Для немецкой авиации, которая считалась практически непобедимой, это стало первым серьезным поражением. Налеты на столицу продолжались и после этого боя. Но захватить Москву немцам так и не удалось. На данном месте, где мы стоим, базировалось два авиационных полка. 11-й истребительный авиационный полк и 24-й истребительный авиационный полк, которые были подняты по тревоге в общей схеме обороны Москвы. И основная тяжесть отражения этого налета легла как раз на эти два подразделения. Идея учредить праздник 22 июля принадлежала народному артисту СССР Юрию Никулину, который в годы Великой Отечественной войны служил в войсках противовоздушной обороны. В честь этой даты на аэродроме в Кубинке установили Аллею Славы, посвященную защитникам неба Москвы. Также здесь есть памятник, который состоит из частей советского истребителя МиГ-3. Два года назад самолет вместе с останками летчика нашли недалеко от деревни Труфановка. Нашли вот двигатель, винт, все, что можно было привезли сюда, отмыли, очистили. Параллельно начали по номеру и по дате предполагаемой искать, кто это мог быть. И все сошлось на вот летчики, лейтенанты Щербатых. Мало того, сохранились форма одежды и реглан с его петличками. То есть совпало и воинское звание, и тип самолета, и время падения. Летчиков, погибших в годы Великой Отечественной войны, почтили минутой молчания. К мемориалу возложили цветы. Для гостей провели экскурсию в музее и по территории аэродрома. Они увидели своими глазами самолеты, вертолеты, которые на протяжении нескольких десятков лет вставали на защиту нашей страны. Сегодня старинная техника участвует в реконструкциях исторических событий. Пришел и был очень удивлен тому, что здесь было вот есть создано, так все оборудовано очень интересно, так со вкусом все сделано. Здесь действительно работают люди, которым не безразлично военно-патриотическое воспитание. Группа энтузиастов создала аэроклуб, который базируется в Кубинке. Патриоты авиации проводят большую работу с местным населением, особенно с детьми. И все для того, чтобы новые поколения не забывали подвиг тех, кто однажды ценой своей жизни подарил нам мирное небо над головой.